как анатолий у меня тут чат предлагает несколько тем еще для бесед ну например оценка искусства придерживаешься все еще той позиции забавной странной то что вот кто-то может повторить тот молодец кто не может мне до пизды совершенно если честно я по умолчанию я стабильно придерживаюсь ровно одной позиции то что то что мне нравится она хорошая то что не нравится плохое значит а потом я вокруг этого придумываю какие-то обоснования это моя принципиальная эстетическая позиция вот то что то что если кто-то что-то может воспроизвести из другого рода искусства на делает этот другой род искусства инфериор нам да то есть не более низким относительно его рода искусства это интересная точка зрения на мой взгляд мне реально мне она нравится но просто она не везде применимо сожалению то есть она прикольная я готов его отстаивать просто потому что у людей жопы разрываются в принципе это не тривиальный троллинг ну то есть например то что вот балетмейстер он смог бы сплясать брейк-данс блять он просто этого не делает как бы вот брейк-дансер он хуй пососет в балете как бы мгновенно потому что там надо поднимать балерину ёбаную короче на над головой и так далее вот но не то что то что человек который занимается балетом мог бы захуярить брейк-данс можно если вы весну священную когда-нибудь смотрели лет лет это высокоуровневая в общем вещь и брейк-данс может быть тоже очень высокоуровневым то есть и разные мышцы работают разные усилия то есть можно дотянуть но до разных уровней ну понятно что балет это более профессиональная область хотя в брейк-дансе есть наверное такие направления посему будем очень сравнить профессионалов брейк-дансе вообще выше самая высшая в общем категория брейк-дансеров и самая высшая категория танцоров балета я думаю ни тот ни другой повторить достижение друг друга не сможет но человек который виртуозно играет на гитаре наверное принципе достаточно быстро освоит казахскую домбру вот или как она там называется у которой две струны короче вот то есть человек который играет то есть ну и блять я не знаю у нас есть любители как точнее любители а вот люди которые на каких-то электрогитарах играют ебанах блять в рок-группах какую-нибудь дегенеративную музыку можете значит посоветовать вот если человек значит играет на нормальной блять электрогитаре то есть ну там соляки блять запиливает охуительные ну на как бы блять насколько быстро он может блять освоить то чтобы на бас-гитаре хуярить после этого то есть ну ёпта по-моему по моему если басист заболел то наверное как бы ну типа наверное можно довольно быстро блять переобувь но тут просто вот мы пытаемся сопоставить дегенератов кабы которые ничего не умеют с людьми которые вот в этой области прошарят да не а если взять например люди которые профессионально заняты игрой на эти гитары ну типа наверное ну почти любой талантливый электро гитарист может почти любого басиста взять заменить сам собой просто взять ну типа потому что это моя гипотеза я это с потолка взял просто в чате говоря в чай в чате говорят что это так как бы сейчас типа говорят что типа вот она а наоборот вряд ли как бы как бы на наоборот вряд ли получится есть подозрение вот то есть хер его знает в общем короче есть просто виды искусства которые есть короче виды искусства которые просто ниже чем некоторые другие виды искусства то есть если человек профессионально играет на волынке то в принципе ну блять на этой блять и как по-русски называется козу вот этого дудочка не знаю в общем короче на на свистульке на ферме он сыграет тоже неплохо юб твою мать вряд ли он край что-то сложное на них ввиду того что она ограничена то есть если я если человек играет блин ну в общем вы поняли короче из чек играть на фортепьяно наверное на клавесине он тоже сможет как бы но у нас музыкант у меня в чате музыканты он пишет талантливый гитарист не заменит талантливого басистом талантливого мы конечно в кавычках берем но смысле вот конечно же но вот так вот не знаю я исхожу короче из над смотрите быть высоким объективно лучше чем быть низким плане роста почему потому что чек низкого роста ему он никогда не сможет побыть человеком высокого роста но без ходуль там без каких-то потом без без платформика какого-то адского абсолютно да то есть он будет низким а у чек высокого роста может просто ну на колени встать или подогнуть колени и все анатолий давай тогда устроим бега ежи не нагибаясь против тебя на коленях кто первый как такой стейк ну не почему я кого почему я на коленях тогда должен быть непонятно что сравнялся с ним ну так я сравнялся для того чтобы посмотреть каково быть низкого роста ну это не показали у нас бега будут из нас бега будут я как бы побегут по-нормальному иначе от не бег точно коллега так не бег уже просто что-то другое удлинить ноги можно укоротить нет нет удлинить ноги нельзя укоротить можно то есть укоротить можно сапу подогнув колени чуть-чуть а вот удлинить их не удлинишь ты можешь на ходу ли взобраться ну нет я считаю что не адеквата так срать но на колени встал и стал чувствуешь боль в коленях и чувствуешь что у тебя за ногой за коленем еще находится там что-то еще ну то есть не релеван не адекватно сравнивать так ну неважно и важно